Привет всем! Многие люди хотят начать заниматься фотографией, но не знают с чего начать. Купить новый фотоаппарат или купить фотоаппарат на авито с минимальным пробегом. И в этом видео я хотел вам рассказать свой личный пример, то как я начал заниматься фотографией один год назад. При очень ограниченном бюджете, то есть у меня было всего лишь 5000 рублей. И посмотрите какие фотки я стал делать всего лишь через год. Мне кажется это неплохой результат для фотоаппарата за 5000 рублей. Итак, я фотографирую на фотоаппарат Nikon D3000. Это фотоаппарат 2009 года. На момент выхода этого видео ему уже 12 лет, то есть это уже динозавр можно сказать из мира фотоаппаратов. Он шел с китовым объективом 1855. Я его сразу же заменил на объектив Helios 44.2, который купил на авито за 1800 рублей. То есть если бы я покупал одну тушку вот этого фотоаппарата без объектива, который шел в комплекте, то я купил бы ее где-то за 3000 рублей. Соответственно получается еще и Helios 1800 и того и вышло 5000 рублей. Поэтому я думаю, что это неплохой микс. И чем делает вот этот вот связка этого фотоаппарата и объектива фотографию идеальным решением для начинающего фотографа? Тем, что это не так просто, как кажется сфотографировать нормальные кадры на этот микс. Потому что у этого фотоаппарата у него отсутствует Live View. Live View это фишка, которая позволяет вот этот экранчик на фотоаппарате использовать в роли видеоискателя. Ну вы понимаете о чем я. Те кто знают, те знают. Плюс еще большой минус этого объектива, то что он абсолютно ручной. То есть фокус нужно наводить своими руками. А это делает фотографию в разы сложнее. Поэтому если вы хотите начать, советую вам вот этот микс. Если вы сможете на этом фотографировать нормально, то на любом другом более новом фотоаппарате вы сможете делать вообще классные снимки. Я хочу сейчас выйти на улицу, пофотографировать и с вами обработать фотографии. Посмотреть, что в итоге получилось. И сможет ли фотоаппарат за 5000 рублей сделать какие-то нормальные кадры. Поэтому вперед. Итак, вот мы пришли на место. Наконец-то долго шли до этого места. Это чистое поле. Здесь ничего в принципе нет. Лес и поле. Как раз хорошее место, чтобы проверить скилл фотографии. Тем более, что здесь солнце очень высоко. Еще светит ярко. И фокус будет навести очень трудно, потому что здесь ручной фокус. И это не так просто. Вот моя очаровательная ассистенция. Так что посмотрим, что получится. Заносит Genom wat для фокус будет снизировать. Так что здесьło будет много людей. Попробусов. Играет музыка. Выка품 Barcelona. Но здесь должно быть много ego Mrs. Стоит 8, друзья. Играет музыка. Играет музыка. Выка Spieler з consчетоветесь. Так, на самом деле фотографировать на этот фотоаппарат не так-то просто, то есть это реальная проверка на реального фотографа, потому что я считаю, что это вообще идеальный объектив, идеальный фотоаппарат для того, чтобы проверить, сможете ли вы вообще на что-то более серьезное фотографировать или нет, потому что здесь ручной фокус, как я уже говорил, и здесь нет live view, то есть на экранчике ничего не видите, только смотреть сам видеоискатель, ну, или как он называется, ну, понимаете о чем я, в общем, смысл в том, что это не так уж просто, не каждому дано, если у вас получится это сделать, то тогда у вас получится все остальное, то есть любой другой более новый фотоаппарат, он будет для вас уже очень простым в плане применения. Так, вот мы наснимали, в принципе потратили не так много времени, я не думаю, что большее не нужно тратить на это, потому что здесь, в принципе, эта локация слишком простая, здесь, ну, только в позах и трава здесь очень высокая, мы не стали сильно заморачиваться в плане там позы и прочего. Посмотрим, что получится и увидите, опять же напоминаю, что это фотоаппарат за 5000 рублей, объектив, которому стоит 1800, то есть, в принципе, если скинуть тот объектив, который я покупал месяц с фотоаппаратом, то можно купить все это за 5000 рублей, то есть для начала это очень неплохой, так сказать, микс, поэтому посмотрим, что получится, я буду, приду домой, буду обрабатывать, поэтому всем пока. Итак, вот я вернулся домой, обработал фотографии, теперь посмотрите, что может получиться на фотоаппарат за 5000 рублей, всего лишь 5000 рублей, а фотографии такие классные получаются, поэтому я считаю, что необязательно иметь дорогую фототехнику для начала, чтобы фотографировать отличные кадры, главное, что делают руки и постпродакшн в дальнейшем, то есть в фотографии это только 50%, 50% вообще дает фотошоп, что-то исправить, подправить там, исправить освещение и прочее, поэтому если вы начинающий фотограф, то необязательно покупать дорогой фотоаппарат, можно остановиться на чего-нибудь более дешевом, вот, пожалуйста, 5000 рублей и у вас просто отличные фотографии, поэтому ставьте лайк, если кому-то понравилось это видео, может быть, в дальнейшем сниму еще какое-нибудь видео, если это видео зайдет, конечно же, поэтому давайте посмотрим результат и всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok